Всем привет-привет! Вы на канале ВотГСН и сегодня мы выкатим из ангара на пару каточек FV4005. Это ПТ-шечка 10 уровня в ветке Британии. Что собой представляет, посмотрим непосредственно в бою. По техническим характеристикам в виде динамики, в виде там разброса, ну и подобных вещей. Заценим, как обычно, пушечку. Здесь она стоит одна. Вот что имеем, то имеем. Что получили, то играем. Мы имеем орудие, которое наносит 3363 единицы урона в минуту. А эта циферочка, ну, я бы сказал, ошеломляющая для десяток. Циферка очень хорошая и очень приятная. Но есть и несколько ложек дегтя в бочке меда. А именно, я бы сказал, что для данной ПТ-шечки разброс все-таки великоват. Но он простителен. Потом скажу, почему. Время перезарядки магазина 20, я бы округлил, 22 секунды. То есть, в принципе, ну, это очень много. Ну, просто вот прям совсем заоблачно много. И я потом опять-таки объясню, почему. Время перезарядки снарядов между собой в самом магазине. В магазине идет 4 снаряда по 2,5 секунды. То есть, в принципе, за 7,5 секунд у вас вылетает 4 снаряда по 410. Но математику знаете, посчитаете сами. Циферка получается неплохая. И бронепробиваемость снаряда 290 единиц. Это тоже довольно неплохо. Мы имеем абсолютно интересную информацию в отношении углов вертикальной наводки. Вверх 8, а вниз 10. Как правило, в танках всегда вверх наводка выше. Да, поднимается пушечка, чем вниз она опускается. Здесь же стоит наоборот. И, в принципе, это приятно. Потому что, с учетом того, какой сарай стоит сверху на вот этой туши. То есть, вот этот вот, извиняюсь, скворечник. Или, я не знаю, или как его назвать. Там, ну, дом получается, да, какой-то отдельный, в котором жить можно. Особенно исходя из того, что, ну, наверное, какая-то однокомнатная квартира, походу. С учетом размера двери. Ну, и с учетом всей вот этой вот рубкобашни. То, в принципе, вот в эту вот балабуху, которая сверху стоит, в этот скворечник, залетает, ну, прям вообще все. И брони здесь нет, ну, от слова совсем. Соответственно, ловить она будет все. Ну, и хотя бы вот эти вот минус 10, они позволяют хоть как-то вот этот вот склончик, в который тоже довольно классно прилетает от всех. Хоть как-то немножечко в бою наклонить, да, там, заехать на какой-то подгорочек. Опустить пушечку, ну, и попытаться что-то там выдать. А так, в принципе, ПТшка, она вообще не терпит того, чтобы на кого-то выезжать. Сейчас мы с вами выкатываемся в бой, ну, и продолжаем обсуждать ее непосредственно в самом замесе. Ребятушки золотые, пока мы закатываемся в бой, пока есть пара секунд, хочу попросить каждого из вас подписаться на канал, поставить лайк данному видео. Ну, и по возможности нажимайте на колокольчик для того, чтобы получать информацию о новых видео и стримах, которые проходят. На которых мы катаем, на которых мы веселимся, общаемся, ну, в общем, нормально, позитивно проводим время. И мне бы хотелось, чтобы у нас становилось все больше и больше единомышленников. Итак, возвращаемся к нашей ПТшечке. И на секунду маленькая ремарка, заранее вам большое спасибо за подписку, забыл сказать. Что касается самой ПТшки. Подвижность у нее, ну, очень хорошая, как для ПТ 10 уровня. Башенка поворачивается в сторону не сильно бодро, но в целом плюс-минус хватает. Я бы сказал, что этот танк абсолютно не танк прорыва. Ребят, это танк, на котором вы должны стать где-нибудь вдалеке, спрятать по максимуму свой скворечник и пытаться отстреливать по засвету ваших союзников. Данный танчик будет давать результативность бою исключительно в случае хорошей, качественной поддержки, хорошей, качественной игры всей вашей команды. Если же этой поддержки не будет, в принципе, готовьтесь сразу выходить в ангар. Потому что самостоятельно с кем-то справиться, зарешать самому весь бой у вас не получится однозначно. Это абсолютно не тот танчик. Бывают иногда на 10-20 каких-то боев, в которых вы остаетесь один на один, и от вас что-то зависит, и вы хотите что-то зарешать. Да, безусловно, такие бои бывают, но из этих 10-20 боев, ну, вам будет вести что-то зарешать исключительно в тройке-другой. Во всех же остальных боях вы будете просто такой вот тушей для битья, которую будут разносить все, кому не лень. Как вы видите, время перезарядки между снарядами в магазине, оно просто чудовищно приятное. А вот углы наводки, вот эти 10, они вот даже на вот таком вот каком-то пригорочке не особо ощущаются. Приходится выкатываться немножко выше. А выкатился немножко выше, но ты стоишь, в принципе, как тополь на плющихе, и, соответственно, готов отхватывать от всех, от кого не лень. Ну, вот как-то приблизительно так играется данная ПТшка. Но если вы умеете скромно играть на третьей линии, и ваша команда вам это позволит, вы можете закидывать урона, ну, и, соответственно, делать свое маленькое пакостное дело. А именно, делать неприятно соперникам, которые пытаются продавить фланг, а вы им этого не даете. Я, честно говоря, имею такие, знаете, ощущения, ну, двоякие в отношении игры на данной ПТшке. С одной стороны, она клевая, потому что вот так вот берешь, добираешь, и у тебя есть еще три снаряда, и сейчас выкатится гриль, и он тоже от меня отхватит, потому что, в принципе, пушка очень точная, она очень приятная. Но, в целом, как бы, пушечка, ну, очень играбельная. А вот размеры этого танчика, ну, как бы, очень неприятные. Как бы я сейчас не пытался прятаться, что бы я сейчас ни делал, в меня все равно прилетит, и я это чувствую и понимаю. И я понимаю, что сейчас у гриля с его скоростью перезарядки, скорее всего, перезарядки хватило бы даже остаться на месте, и, возможно, он бы меня даже добрал. Ну, вот, как-то приблизительно так. Сейвиться на данном танчике в данном бою я больше не буду, попытаюсь вот так вот как-то вынести гриля. Возможно, у меня это получится, спасибо большое за то, что он промазал. Это больше его заслуга, чем моя. Ну, и оставшиеся два патрона кину в хори и спокойненько, плавненько укачусь в ангар, потому что танковать мне просто нечем. Но, ребята, за этот бой, который я отыграл, ну, скажем так, не лучшим образом, была бы какая-нибудь карта другая, на которой можно занять хорошую там позицию для ПТ, стоять и настреливать на дальнем расстоянии. Это ПТ-шечка может гораздо лучше. Это обалденный танчик поддержки для вашей команды. И если вам есть необходимость зайти в бой и нанести какое-то определенное количество урона для того, чтобы выполнить какое-нибудь БЗ, это один из лучших выборов, которые вы можете совершить. Итак, мы проиграли исключительно по очкам. В принципе, если бы этого хори добрали и наши ребята бы позанимали точки, ну, соответственно, мы бы победили. Не будем рассматривать данный бой как поражение, будем рассматривать его больше как победу. Почему? Потому что мы вели в счете, мы вели в уроне, мы, в принципе, единственное, чем, ну, как бы, немножко пропустили, это в том, что мы не заняли точки. Вот и вся история по данному бою. А по данному бою мы сделали три фрага, мы сделали 2580 единиц урона, мы не ушли в минус уже хорошо, несмотря на то, что мы в поражении, и мы заняли свое почетное второе место по урону в команде. Мы всего лишь на 300 единиц отстали от первого игрока в нашем топчике, да, по урону. И я считаю, что это очень хороший результат. А иногда этот результат может на косарь и на полтора косаря урона быть выше. Давайте закатимся еще в один бой и уже обсудим вопрос, кому нужна эта ПТшка и кому она понравится. Итак, ребятки, она в первую очередь понравится тем, кто хочет закидывать по 4 снаряда с крайне малым промежутком между ними и с довольно неплохой альфой. Кому не подойдет этот танчик? Этот танчик определенно не подходит нетерпеливым товарищам, к которым я лично отношу и себя. Этот танчик, это такая машинка, которую необходимо отыгрывать исключительно на очень большом расстоянии. И желательно на ней не попадать в засветы. Она может динамично менять позиции. То есть, если, допустим, сейчас вот здесь вот постояв, я пойму, что от меня толку здесь нет, или мне здесь не нравится, или меня засветят, и мне приходится отсюда куда-нибудь сваливать, Соответственно, я довольно быстренько поменяю позицию, и труда мне это абсолютно никакого не составит. Вот сейчас мы, понимая, что ТТшки там пока еще держат, попытаемся отработать, допустим, на очень дальнем расстоянии, заодно заценим точность. Но, как видите, залетело довольно бодренько. Что касается, в принципе, сведения, меня оно радует. Вот. В общем, честно говоря, ПТшка такая, к спорным я ее не отнесу. Не отнесу по одной простой причине, потому что спорить здесь не о чем. Динамика в машинке есть, уронная пушка в ней есть, точность стрельбы имеется, пробитие тоже довольно неплохое. Безусловно, не всех и не везде, но в целом довольно неплохо. УВНы маленькие, но, в принципе, поиграть можно. Что касается, в принципе, возможностей на подобных картах, если вы найдете себе толковое место, на котором можете нормально стать и остепениться, то у вас все будет окей. Дожить до перезарядки полного магазина поможет исключительно нахождение вас на, ну, наверное, даже с таким скворечником не на третий, а на четвертой линии вашей команды. Попробуем выцелить мягкие места у ТТшки. И вот они проходят. Как вы видите, пушечка показывает себя, ну, очень точной. То есть, ну, по сути, два снаряда сейчас влетело туда, куда надо. Ну, и это не может не радовать. Забрали мы таки эту ТТшку. Как вы видите, в принципе, один фраг, два фрага, иногда три фрага на этой ПТшке делаются. Делаются они именно благодаря тому, что у вас есть четыре снаряда с довольно неплохой альфой. Было бы что-то немножко по-другому в этой пушке, соответственно, ваша результативность была бы другой. Сейчас попробуем настрелять на сотку на дальнем расстоянии, которая откатывается. То есть, по скорости полета снаряда, ну, да, немножко с опережением бить приходится. Но заметьте, все четыре залетели. Четвертый, конечно, залетел на фарт, но у нас это получилось. А значит, снаряд плюс-минус на дальнее расстояние летит бодро. И это я говорю к тому, что не бойтесь играть на этой ПТшке на больших расстояниях. Она позволяет вам это. Есть ПТ, которые не позволяют вам играть на больших расстояниях. Та же самая Бабаха. Ну, не знаю, намного хуже играется на большом расстоянии. Это связано с тем, что у нее крайне долго летит снаряд. Ну, прям вот совсем долговато. Если мы сейчас не вынесем этого гриля, то шансы наши на победу будут крайне призрачными. К сожалению, точки занимать, кроме меня, некому. Рядом с точками находится еще наша вторая ПТшка. Но почему-то он не хочет этим заниматься. Я перехожу на голду. Не успеваю добрать, но да бог с ним. Ну и сейчас нам остается вынести каким-то образом этого сотого. И я уверен, что у нас получится. Потому что запаса прочности хватает и у нас, и у наших союзников. Ну, в общем, в принципе, 99 из 100, что бой победный. И был бы сейчас еще один снарядик, и этот фраг сделал бы я, и было бы опять 3 фрага. А вот теперь смотрим результат нашего боя уже с победой. Хотя я думаю, что мы ничем не хуже отыграли, чем в прошлом бою, а может быть даже и лучше. И именно этот второй бой является более показательным по возможностям данной ПТшки. 4124 единицы урона. Мы сделали с вами 2 фрага. И я не могу сказать, что они были нечестные. Мы практически там, ну, не добирали. Мы реально разносили и закидывали барабан за барабаном. Мы в плюсе, небольшом. Но, ребят, это не машина фарма, поэтому сюда даже смотреть не буду. Ну, а что касается нашей результативности в бою, то мы заняли первое место по урону. Наши ребята очень хорошо отыграли. Тайп 68 чего-то там не смог, у него не получилось. Остальные отыграли довольно неплохо. Гриль вообще молодец, красавчик. 2 фрага и 3700 урона. Ну и мы с вами на четверку ввалили 4 косаря урона просто на ровном месте. И я могу сказать про данную ПТшку в завершении только одно. Если вы хотите играть на третьей линии, если вам нравится играть исключительно на позиции снайпера, и вы готовы терпеть все тяготы, которые вам принесет вот этот вот скворечник, принимающий в себя урон от всех, кого не лень, и не имеющий практически рандомных рикошетов, ну, разве что где-то как-то от маски орудия, ну, или там по каким-то случайностям, то, ребята, с этим терпением вам однозначно надо выкачать FV4005. Это явно не ПТшка, которую стоит качать первой. Хотя, будем говорить откровенно, сама ветка этой ПТшки, она не является прям сильно страдальческой. Для меня, честно говоря, более страдальческой была все-таки ветка, которая ведет к бабахе, то есть вот эта вот ветка АТ. Еще более страдальческая, вот прям, ну, прям до слез, для меня была ветка Т110Е3, потому что вот эти вот два товарища, особенно Т95, это вообще мрак, от которого хочется застрелиться. Ну, это уже разговор третий, к ним мы вернемся попозже. А что касается этой ПТ, если у вас ее нет, однозначно попытайтесь ее себе выкачать. Во-первых, это фаново, во-вторых, это весело. Ну, в-третьих, данная ПТшка вас порадует, пускай не в 100%, но хотя бы в 80% боев, там, где у вас будет получаться накидывать и делать фраги, и главное, получать от этого море кайфа. А, по-моему, это самое важное. Возвращайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал, я всегда вам рад. Возвращайтесь, смотрите мои видео. Всех благ, всего хорошего, ну и, как обычно, главное, мира вам.